Сегодня в Чебоксарах подвели итоги работы промышленного комплекса республики за 7 месяцев этого года. Чувашия в числе лидеров Приволжского федерального округа по многим показателям. Большинство предприятий увеличили объемы производства. На коллегии Министерства экономического развития собрались руководители передовых заводов. О чем шел разговор и что ждет промышленность в ближайшей перспективе, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Экватор нынешнего года многие предприятия преодолевают с позитивными результатами. Объемы производства растут и эксперты это предсказывали. Вообще в промышленном комплексе республики наметилось немало позитивных тенденций. В Чувашии стало больше высокопроизводительных рабочих мест, увеличилась и заработная оплата. В некоторых отраслях ее порог превышает 28 тысяч. Ну и ряд организаций превысили средний российский показатель. Это больше 30 тысяч рублей. По итогам 7 месяцев практически рост он составляет где-то на уровне 8,8 процента. Но это плавающая цифра. Параллельно вместе с вами мы поднимаем уровень заработной платы работникам бюджетной сферы. По итогам 7 месяцев республика вошла в тройку лидеров по уровню индекса промышленного производства среди регионов ПФО. У нас из года в год сохраняется стабильный рост по пополнению доходной части в виде налоговых поступлений по собственным доходам. От того, что уже было сделано, перешли к обсуждению перспектив. Чувашия готовится презентовать свой потенциал серьезным инвесторам. На фоне зарубежных санкций встает вопрос о замещении импорта. Не исключено, что в республике появятся новые производства. Регионам заинтересовалось крупное предприятие по выпуску газотурбинных агрегатов для военных кораблей. Редукторы, трансмиссии, агрегаты, рамы и так далее, и так далее. Я вот тоже прошу, мы направим всем, то есть буквально одни получили мы это предложение, мы всем организациям разошлем. Я надеюсь, что мы найдем отклик от компании. Но ряд предприятий от санкций могут пострадать. В области риска сейчас находятся организации по выпуску электротехники, которые зависят только от импортных комплектующих. Им предложили присмотреться на поставщиков из стран, которые к России относятся лояльно. И сегодня уже компаниями принята программа по переориентации на страны Азии. Это Китай, Тайвань, Южная Корея, Турция. Вот я буквально сегодня прочитал Минвроторги, и мы с рядом организацией в рамках рабочей группы, сотрудничество Чуваши и Беларусь, посещали предприятие «Интеграл», там где в Беларуси, там где выпускается компонентная база. И сегодня России принято решение о загрузке данного предприятия. Открывают новые двери и другие решения федерального центра. На руку республики может сыграть запрет на поставку продукции легкой промышленности, которая изготавливается из иностранного сырья. Другая позитивная новость. В регионе уже в этом году заработает Центр сертификации стандартизации испытаний. Решение уже принято. Скоро Чувашия получит необходимые средства. Митрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Продолжение следует...